МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем с того, что вспомним слова американского культового писателя Ричарда Баха. Мечта дается тебе вместе с силами, необходимыми для ее осуществления. Но, к сожалению, для этого придется немало потрудиться. Здравствуйте! С вами в городе женщин Лариса Кривцова, Дана Борисова и Ольга Будина. Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Вот Ольга Будина мечтала стать актрисой, поэтому мы пригласили ее в город женщин для разговора о том, как осуществить свою мечту. А что, Оля, действительно мечтали быть актрисой? Нет, я совершенно не мечтала стать актрисой. Мечтала стать космонавтом. И не космонавтом. О чем я мечтала, я расскажу позже. Итак, давайте сегодня в нашем городе женщин поговорим о том, как осуществить свою мечту. ЗВОНОК В ДВЕРЬ А я расскажу вам, о чем мечтает премьер-министры. Сегодня у меня на подушках по-царски расположились Слава, Марат и Жан. Молодые министры так заразительно смеются, потому что у них какая-нибудь такая веселая мечта. Дело в том, что у каждого поколения своя мечта. Вот в 60-е годы все мальчишки хотели стать космонавтами, но только некоторые из них поднялись в космос. И вот я сейчас с удовольствием хочу представить легенду отечественной космонавтики, дважды героя Советского Союза, Георгия Михайловича Гречка, которому удалось осуществить свою мечту. Вот, Георгий Михайлович, а вас хочу познакомить с мальчишками. Они не мечтают уже сегодня полететь в космос, они мечтают плавать вот на таких кораблях. Это ребята из московского дворца пионеров. Давайте с вами знакомиться. Первый, ближайший к вам, это Сергей Королев. О, Сергей Королев, вы представляете? Первый и Королев, а? Представляете дальше. Кузнецов, Саша. Ну, один из наших, наверное, самых активных участников нашей лаборатории. Вот. Очень много соревнуется, очень много экспериментирует, делает интересные модели. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомимся дальше. Григорьев Алексей, он сейчас больше интересуется скоростными моделями, не такими вот красивыми. Они очень упрощенные, но, тем не менее, они развивают почти космические скорости и весьма интересны именно в процессе управления ими. А вы представьте, пожалуйста, своего руководителя. Это Константин Евгеньевич Ефимов. Итак, мы с вами поговорим о вашей мечте. Я надеюсь, что вы к какому-то моменту уже поставите паруса, а мы сейчас начнем наш разговор. Скажите, пожалуйста, а вот вы мечтали вообще, когда были маленькие, стать космонавтом или нет? Нет, тогда говорили, что космонавты полетят через сто лет. Я мечтал быть ракетостроителем, чтобы построить ракету, а мой сын или внук, чтобы на ней полетел в космос. А начинал так же, как эти мальчишки, только в Ленинградском дворце пионеров и тоже судомодализмом занимался. И авиамодализмом. Скажите, а вот когда человек мечтает, по-настоящему мечтает, вы считаете, что его мечта обязательно должна осуществиться? Вот что нужно делать для того, чтобы мечта осуществилась? Ну, надо работать. Работать – это главное? Конечно. И немножко удачи. Уля, вот вы как считаете, что необходимо иметь человека для того, чтобы мечта его осуществилась? Вы знаете, я думаю, что, наверное, нужно очень четко себе представлять тот путь, по которому нужно идти к этой мечте. Но, с другой стороны, жизнь бесконечно преподносит сюрпризы. И если используется система Станиславского, то есть некая сверхзадача, да? Есть стратегия, есть тактика. Вот если стратегия выбрана правильно, то тактику можно менять по ходу дела. Дана, вы там так активно разговариваете, как я понимаю, твоя мечта осуществилась, наконец-то премьер-министр пришел к тебе в гости. Я пообщалась со своими кумирами. Это группа премьер-министр, да. Вот они развалились здесь на подушках, но это не значит, что им нечего сказать по данной теме. Скажите, много ли трудностей вам пришлось преодолеть на пути к вашей мечте? И вообще, вы с детства мечтали стать артистами? Или это так волей и судеб сложилось? Ну, наверное, в самом раннем детстве, конечно же, мы не думали о том, что хотим стать музыкантами, артистами, выступать на большой сцене. Мы мечтали о космосе, как обычно это бывает. Я, кстати, тоже мечтала о космосе маленькая. И в чем это выражалось, вот, ваше желание? Только такое внутреннее, хочу и все. Или вы что-то для этого делали? Нет, это было абсолютно неосознанно, потому как, ну, просто мне нравились звезды, мне нравилось небо в любом проявлении, и дневное небо, и ночное небо. И мне все время хотелось попасть туда, да, и посмотреть, как же все-таки там, по-настоящему, все это. Ну, если честно, эта мечта, маленькая мечта уже сегодня, не такая глобальная, она еще и остается. Я надеюсь, что настанут когда-то такие времена, когда не единственные люди, которые летают или летали раньше, попадают в космос, но и обычные люди, может, попадут. А вот давайте спросим, Георгий Михайлович, а способна ли осуществиться мечта многих людей попасть в космос в ближайшее время или нет? Ну, вот полная однофамилия из этого мальчика, судомоделиста, Сергей Королев говорил, что в космос будут летать по профсоюзным путевкам. А как вы думаете, через сколько времени мы получим профсоюзные путевки для того, чтобы поехать отдохнуть в космосе, а? Да еще и бесплатно. Ну, если за 20 миллионов, то хоть завтра. Так, у вас есть 20 миллионов? Ну, пока еще нет, мы собираем. На самом деле, хотелось бы по-настоящему, чтобы получилось так, чтобы эти профсоюзные путевки раздавала наша страна, а не другая какая-то страна. Молодец. Вот это молодец. Ну, вот интересно там, вот просто хотелось бы узнать из первых рук. Там, в космосе. Конечно. Я считаю, что самая лучшая работа для мужчин – это в космосе. Но все-таки самое лучшее место для жизни – все-таки на земле. И, может быть, даже в городе женщин. Так, дамский угодник. Приятно нам, девочки, это услышать. На самом деле, мы мечтаем слетать в космос когда-нибудь и дать для всех обитателей его какой-нибудь концерт хороший. Не обязательно его за деньги, просто так. Вы знаете, я думаю, что для того, чтобы эта мечта действительно, возможно, когда-нибудь осуществилась, для этого мы должны научиться правильно говорить. Для того, чтобы те люди, живущие на других планетах, понимали членораздельное произношение наших слов. Сегодняшний наш гость – Валентина Макраусова, известный диктор радио. И параллельно вы еще преподаете в школе телевидения «Речь». Да, школа телевидения «Останкино». Но я там преподаю вот уже третий сезон «Речь». Мне очень нравится эта профессия. Заканчивала я школу-студию «МХАТ». Да, я получила образование профессиональной актрисы. Это я как раз к тому, к мечте. Я мечтала с детства, с шести лет быть артисткой. А потом уже, когда я была в театре, я поняла, что театра мне мало. Я мечтаю о профессии диктора. И когда ты захотел, ты целеустремленно знаешь, что тебе именно это надо, что у тебя рот не открывается, что у тебя челюсть зажата, а тебе надо говорить. И тогда вот ты и начинаешь. Артикуляционная гимнастика. Каждый день зубы почистил перед зеркалом. Я помню, помню. Вот взяли зеркало все. Так, мы сейчас все учимся говорить. Нет, это очень неэстетично на телевидении, на экране. Просто вот, чтобы вы посмотрели сейчас на свой рот. По-моему, очень симпатично. Да, но у вас да. Спасибо. Ртом нужно заниматься немножко. Маратику. Вот он лежит, а ему надо встать. Встань. Да. Вставай, вставай, давай. Давай разлегся. И губами, и губами, и губами. Да, да, да. Сжали губы. Сильно. Смотрите в зеркало. И в сторону. Вправо, влево. Ужас. Вправо, влево. Вправо, влево. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. И по кругу. По кругу. Сжатыми губами. И в другую сторону. Еще раз. У каждого могут быть свои приемы. Свои прощения. Главное, чтобы губы почувствовали, что они напряглись. Что они стали горячими и тяжелыми. Далее, самое главное. Это язык. Вот, чтобы не было как раз каши во рту. Ну, язык это просто. Перепение. Да, 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 да. Между прочим. Что? Язык это не антрикот. Это редко перепение. Да, не антрикот лежащий. Вот сейчас мы получите. Перед каждым концертом будем так делать. А должен быть крепкий и тонкий. Высунули язык. Сильно. Это неприлично. Это неприлично. Мы не будем высунуть. Мы просто говорим. Технологию. А вот сейчас подтянули его. Зевок. Вот. Небо поднимается. Как раз где звук-то и образуется красивый. Сильный звук. Георгий Михайлович чуть не проглотил язык. Нет, глотать не надо. Положить. Да, и так несколько раз. Вторую трубочку. Тянется основание языка. А, трубочка. Трубочку высунули. Да. Положили. Далее идет, пожалуйста, достали кончиком языка нос. Потянули, потянули, потянули. Это невозможно. Нет, кто-то достает. У меня одна ученица очень страшно достала. У соседа. У соседа, да. Вот он работает, работает, работает. Под соколи. Уздечка тянется. И крепкие губы. Свободная челюсть. Крепкий, тонкий язык. И начали. Бык-тупа-губ-тупа-губенький бычок. Убыка-белобла-бало-тупа. Мы делали это все с хлопками еще, да? Вот. Этот ритм дает. Подвыподвертом. А? Подвыподвертом. Да, и с подвыподвертом. Даночка, тебе нужно взять руки. С подвы-пер-вер- öğечем. Нет. С подвыподвертом. С подвыподвертом. Нет. Вот точно. С подвы-педве... С подвыподвертом. С подвыподвертом. Ну, пока мы тут разговаривали, тренировались, мальчики просто смотрели на нас, как, наверное, не очень нормальных людей, да? Интересно было, почему. А вот вы, для того, чтобы построить вот такие замечательные модели, осуществить свою мечту, как вы должны тренироваться, чему вы должны научиться? Ну, во-первых, не спешить делать. Не спешить, да? Стараться делать качественно. А что значит не спешить? Вот сколько по времени, допустим, делалась вот эта модель? Два года. Два года? Да. Браво! Нужно очень четко себе представлять тот путь, по которому нужно идти к этой мечте. Самая лучшая работа для мужчин – это в космосе. Но все-таки самое лучшее место для жизни – все-таки на Земле. И, может быть, даже в городе женщины. Право, влево. Право, влево. Жизнь в нашем городе продолжается. И к нам присоединился писатель-психолог Александр Свияш, который убежден, что наши мысли материальны и любая мечта осуществима, если ее правильно заказать. Наш разговор чуть позже, а сейчас о тех гостях, которые присоединились к нашим ведущим. У меня в гостях очаровательная девушка, которая мечтала стать чемпионкой мира. И не по художественной гимнастике, а по самбо. Ее мечта осуществилась. Сегодня она у нас в гостях в студии. Это Вера Ефремова вместе с ее мужем Григорием Погосяным, известным радиоведущим. Увидеть Париж и умереть. Для многих эта мечта долгое время была недостижимой. Особенно для советских женщин. Вы знаете, я вот совсем недавно вернулась из Парижа, была там в первый раз. И принято считать, что парижанки самые красивые женщины. Я не согласна с этим мнением. Я считаю, что самые красивые женщины у нас в России. И поможет нам сегодня убедиться в этом дизайнер Ирина Софийская, которая на наших глазах в этой студии сейчас что-то такое изобретет, что поможет нашим женщинам стать самыми привлекательными женщинами в мире. У большинства наших женщин есть вот подобные фасоны таких вот кофточек. Старомодные кофточки. Старомодных кофточек. Из бабушкиного сундучка, наверное. Шелк какой-то. Да, это чистый шелк. Вот большой плюс вот этому изделию. Но как бы вот фасон немножко не соответствует современному... Привычные реалии. Да. Ну да, сегодня, конечно, не наденьше уже такое ощущение. И для того, чтобы сделать ее современной, понадобится буквально минут 10-15. Вот мы видим, допустим, абсолютно бесформенно, да? Вот что вы будете делать? Я хотела бы все-таки... Отрезать валаны. Ну, валаны я все-таки на данный момент бы оставила, потому как валаны повторяются на рукавах. Давайте их оставим, эти валаны, да? Да, да, мы оставим валаны. То есть, в принципе, когда вы берете старую вещь, вы на нее так смотрите, взглянете и думаете, ага, здесь я оставлю валан, здесь я подрежу, здесь я пришью какую-нибудь бечку. То есть из любой старой вещи вы, как самая настоящая рукодельница, готовы сделать современную вещь, и любая парижанка умрет от зависти, что у них кутерье такого сделать не могут. Оля, я предлагаю, чтобы вы вместе с вашей гостьей попробовали из этой кофточки сделать что-нибудь современное, а Данночка поговорит со своими гостями. У меня в гостях чемпионка мира по самбо Вера Ефремова, которая по совместительству оказывается крупным банковским чиновником. Это правда? Да. А как... ну, расскажи, пожалуйста, как такое может вообще быть? Ну, у меня мечта была не одна, то есть их с детства было несколько, и они очень удачно исполняются одна за одной. То есть вот я стала чемпионкой мира по самбо, я даже не ожидала, на самом деле, такого, само по себе сложилось, очень рада. На самом деле я хотела быть математиком. Я даже поступила в МГУ на факультете этого числения математики и кибернетики, закончила его, и поняла, что математиком я не буду, и решила пойти в банк. Там мне как раз очень понравилось, и я решила получить еще одно тогда экономическое образование, и сейчас я поступаю в спирамту МГУ. А сам бы-то все это время ты занималась? Это все было параллельно, потому что, как бы, нельзя же тренироваться с утра до вечера. Какие уникальные свойства твоей супруги, Веры, вот на твой взгляд, привели к тому, что она добилась своей мечты, стала чемпионкой мира, и, по-моему, неплохо вообще устроена в жизни? Природная математическая невозмутимость, видимо. А вот можно задать вопрос, Данночка, вашим гостям? Вот скажите, какую жену вы мечтали иметь? Сложный вопрос. Я не могу ответить на этот вопрос. Вот она, видимо, здесь находится рядом с вами. Нет, ну он мечтал, наверное, иметь спарринг-партнера, потому что он тоже занимается самбо. Я тяжелее в два раза. Нет, интересно, он мечтал иметь спортсменку или хорошего бизнесмена? Вот как тут понять? Всю жизнь мечтал быть содержанным, это называется. Сказал честный и откровенный. Но пока не получается, к сожалению. Она еще не очень большой банковский начальник, так что я все жду, когда наконец это все случится. Нет, ну вы деретесь иногда хотя бы? Мы боремся. Боритесь? Да, но очень редко. А вы мечтаете положить своего мужа на лопатки? Это возможно периодически иногда. Периодически случается, да. Но вообще, когда мы говорили о теме этой передачи, я сразу вспомнил старинный русский народный тост «За сбычу мечт». Он не очень правильно по-русски звучит, но очень хорошо запивается. И мы еще поговорим об этом, по поводу того, что если правильно сформулировать мечту, то она осуществляется обязательно. Я вот, допустим, хотел похудеть, похудел на 34 килограмма, не пользуясь никакими средствами. Просто есть надо меньше. Хотел поступить в Московский государственный университет в свое время, в далеком там 80-х годах. Поступил не с первого раза, а там с третьего где-то. Хотел жениться на красивой девушке? Женился. Тем более на чемпионке мира. Что действительно можно осуществить, Александр Григорьевич, любую мечту, если правильно захотеть? Ну, в разумных пределах, конечно. Если вам 50 лет, трое детей, вы живете в Рязани, хотите выйти замуж за президента, американского президента, то это не реализуется. А все остальное, пожалуйста. Ну, допустим, о чем можно мечтать в 50 лет? Ну, в 50 лет можно, допустим, мечтать, чтобы у тебя было много денег. Но их ведь тоже не будет, потому что пенсии на носу где ты достанешь, если до 50 лет не заработал? Верить только в чудо. Ну, вот вы сейчас зрителям навесили программу. У вас не может быть денег, потому что вы не знаете, где их взять. Если же вы скажете, я знаю, что я стою столько-то, вот, и я позволяю себе жить в роскоши, я позволяю жизни сделать мне подарок, пусть она извернется, как хочет, мне все равно как, но я знаю, что это будет. Я не сомневаюсь, у меня нет страха в сомнении, я просто достоин этого. И я это получу. И жизнь как-то извернется, и это получится. То есть вы считаете только дать определенную установку той самой жизни, некому высшему существу, которое это все исполняет, дать установку. И верить в это, и все получится. Ну, в общем-то, да, и опыт множества людей, многих тысяч, десятков тысяч, кто пробовал этот подход, использовал, получаются результаты. Точно так же люди находят, встречают любимых, там, получают квартиры, выиграют лотерею. Там есть некий механизм энергообмена, мы скажем, понятный людям. То есть сколько я энергии, мысли выделил, таков результат будет. Потому что заказ может быть маленький, я хочу встретить своего знакомого, я его завтра встретил. А может быть, я хочу, у меня есть две знакомые девушки, которые хотели выйти замуж за принцев, настоящих. Так, а что вышли? Им сделали предложение принца, да. Но для этого, конечно, нужно предпринять шаги. Они переехали за границу, они искали. И на одно обратил внимание принц княжества Алексей Штейн, по-моему, а другой сын арабского эмира. То есть сделали им предложение, но они отказались убить. Человек может ставить перед собой любой заказ, и нужно совершать шаги, нужно к этому стремиться, нужно идти, нужно предпринимать усилия и не держать в голове сомнений и страхов. Страх и сомнений – это заказ противоположного события. Если нет заказа противоположного, то ты получше рано или поздно то, что хочешь. Скажите, а если ты заказал, но этот заказ для тебя хорош, но он плох для другого человека, тогда он все равно может исполниться? Ну, в общем, такие заказы, которые во вред кому-то идут, они обычно не проходят, скажем. Вы это все сами придумали? Не обижаетесь? Нет, нет, это, с одной стороны, очень просто, да? Это очередная идея, что, сказать, чудо не может быть в моей жизни, вот программа, все нужно добиваться, то, что нам внушило общество. Своим трудом. Да, трудом нужно, все стоит больших усилий, деньги стоят все тяжело. Вот те программы, в которых мы живем, и поэтому у нас все идет тяжело. Если вы говорите, я позволяю жизни делать подарки, у меня все хорошо, я открыт для удачи, соответственно, она помогает. Но дело, смотря чего вы ждете, если вы ждете радости и счастья, то вы это получите. Вы получаете то, чего вы хотите. Это абсолютно не так. В Турции я мечтаю, скажем, о путевке в Турцию. Каждый живет в том мире, который создает свои мысли. Я думаю, что дело ведь не в каких-то конкретных мечтах, а дело вообще, что вы хотите. Мечта материализуется потом, но нужно хотеть нематериального. Почему? Можно материально, нет проблем. Говорит, можно и материально все получить. Нет проблем? Ну вот, допустим, тогда простой вопрос дан. Она хочет в Турцию. Как ей вести себя, и как ей мечтать, чтобы эта мечта осуществилась? Во-первых, убрать из головы сомнения и страхи, что я туда не попаду. Во-вторых, просто сказать жизни. Ну вот, телевизор скажет, я хочу съездить. Но в силу некорректности постановки сейчас подзвонят 25 человек, скажут, да, ну давайте со мной поедем. И придется там исполнять. Нет, я хочу, чтобы без участия наших телезрителей произошло. А почему вы отбираете у жизни возможность вот наиболее легким путем реализовать? Нет, ну здрасте, они же... Да, понятно, тогда более четко сформулируют. Не так легко. Без труда не получится. Тогда нужно более четко ставить заказ. Значит, я хочу поехать одна и с тем, чтобы никто... Мне не пришлось там исполнять некие обязанности. Да, совершенно верно. Ну, пожалуйста, значит, тогда к вам придут деньги для того, чтобы съездить туда. Пожалуйста, дайте практический совет нашим телезрителям, как правильно сформулировать мечту для того, чтобы она исполнилась. Нужно просто сказать, что вы хотите. При этом не я хочу выйти замуж, потому что вы заказываете процесс хотения, а я выхожу замуж за такого-такого-то. Здесь очень важно четко сказать, за что вы выходите замуж. Потому что у нас масса случаев. Женщина говорит, я выхожу замуж за высокого, обеспеченного, любящего меня мужчину, имеющий свой бизнес, свое жилье. Вроде все обозначил. Потом приходит нам, их Александр Григорьевич забыл, я сказал, чтобы он был белый. Приходится теперь ехать в Африку. Я вот, знаете, на протяжении всей нашей беседы сегодняшней хотела напомнить нам о фильме «Сталкере». Помните, да, там же ведь... Какой момент? Все вокруг этого и крутится. И в финале «Сталкер» говорит, бойтесь своей мечты, бойтесь своих желаний. Не мечты, а бойтесь своего желания. А вдруг оно сбудется? А мне? Потому что, может быть, это относится как раз к вашей методике. Мы, может быть, сами сознательно не понимаем, что мы хотим несознательно. А сбываются наши несознательные, истинные желания. Совершенно верно, сбываются. И это страшно. Дайте мне несколько простых, практических советов для женщин, у которых не очень хорошие отношения с мужьями. Но они бы хотели, вроде как, чтобы они наладились. Вот как это сделать? А вроде как муж не хочет. Самый главный совет – перестать переделывать ближних. Потому что у каждого из нас есть в голове некое видение, каким должен быть муж возле меня. Он должен больше зарабатывать денег, он должен дарить мне цветы с получки, он должен еще что-то делать. Он должен. Я знаю, каким должен быть, и я начинаю его как-то переделывать. Но обычно мало кто лаской переделывает. В основном претензиями. Почему ты не подарил цветы, почему ты не сделал то, почему ты не сделал то. И чем больше ты предъявляешь претензий, тем больше он меняется, но в противоположной от тебя стороны. И в итоге возникает конфликт. Вот это относится к взрослым людям. Мы не должны их переделать. Мы воспринимаем такие, какие они есть. Но ведь дети, когда они особенно маленькие, их нужно как-то формировать? И если вот они не поддаются, вот как это действует на детей? Воспитание, конечно, должно быть, но оно должно быть без осуждения. Понятно, что ребенку нужно там заставлять учиться, если он не хочет еще что-то. А как заставлять? Что значит заставлять? Что лупить его? Ну, как обычными родительскими ставить в угол. Конечно, пороть обязательно. Может быть, да, может быть и на это, но делать без осуждения. Вот у нас был случай, что у нас женщина звонит, говорит, Александр Григорьевич, мой ребенок начитался ваших книг, а теперь он меня диагностирует, там, скажем. Я прихожу, у него в комнате беспорядок. Я начинаю ругаться, он говорит, мама, у тебя идеализация чистоты, тебе надо с собой духовно развиваться. И у меня, говорит, язык, значит, отпадает, не знаю, что сказать. Уходит до дома, я говорю, приходи в 10 часов. Он приходит в 12. Я начинаю ругаться, он говорит, мама, у тебя идеализация контроля, ты, пожалуйста, поработай над собой. Что делать, говорит Александр Григорьевич? Я говорю, ну, не знаю, надо подумать. Взять и выпороть его. А знаете, что, ребенок, моего знакомого, взял пульт и выключил папу. Папа стал на нее ругать, там, почему-то не брал игрушки. Пульт и выключил. Ваша мечта в жизни, лично ваша исполнилась или нет? Вы хотели быть писателем, вы хотели стать психологом. Ну, в общем-то, да, все, что у меня я ставлю перед собой, цели, рано или поздно они реализуются. Очень малое количество людей готово взять на себя ответственность за свою жизнь и сказать, что либо человек сам себе это заказал, он отказался от жизни, либо он сам создал себе проблемы через свои страхи, сомнения, либо там жизнь дает ему определенные уроки. Ну что ж, это очень интересно. Вот уроки мастерства здесь у нас проходят. Первую часть, сейчас вот мы расскажем, что мы сделали. Мы сделали. На ком я могу показать, что сделала? Данночка, можно? Я бы, честно говоря, с большим энтузиазмом примерила вон ту шубку. Но, к сожалению, мы с ней ничего не делали. Ну, если уж это так необходимо, ради бога. Смотрите, раньше это было совершенно не модно, но теперь, когда это надели на меня, это стало очень даже модно. Смирает? Итак, что вы сделали? Значит, на полочке здесь я вот сделала такие асимметричные кружочки в уровне груди, для того, чтобы здесь это вот смотрелось более пышнее и интереснее. Данночка, это как раз для тебя. Как раз для меня. Я сделала достаточно широкую строчку, для того, чтобы ее затянуть и вот таким образом задрапировать в узку. То есть затягиваться по желанию, где вот... Сильнее затягивать не надо. Мне уже и так тяжело дышать. Ир, а вот может быть, мне кажется, пуговички нужно вот еще поменять. Пуговички надо будет, да. Пуговички, да, можно поменять, но я предлагаю... У меня есть аксессуары, вот как, допустим, павлины перья. Он мне вот так вот показывает. Вот. Александр Свияш осуществил свою мечту. Он увидел тебя в кофточке и готов умереть. Вот, кстати, я поняла одно. Чтобы увидеть Париж, надо просто представить, что билеты на самолет лежат в кармане. А Эйфелева башня уже маячит за окном автобуса. Давайте так и сделаем. Закрывайте глаза. Представили? Вы в Париже. Вы бывали когда-нибудь в Париже, в этом городе, мечте для всех русских? С самого детства мы вместе с героями Дюма и Гюго гуляли по этим улицам, переулочкам и площадям, заглядывали в дома и соборы, любовались памятниками и парижскими ансамблями архитектуры. Все здесь для нас почти родное и близкое, желанное и любимое. Многие века России выбирало, как образец для подражания французское искусство. И даже революцию, и то скопировали у Парижа. А как хорош этот город вечером. И, конечно, мода. Ах, эта мода, такая роскошная и расточительная. Но где же не тратиться на себя? Где не преображаться и превращаться в принцесс? Именно в Париже, в городе мечте, который всегда с нами. А сейчас я хочу, дорогие телезрительницы, с удовольствием сообщить вам, что программа «Город женщин» объявляет конкурс «Мой Париж». Его победительницу мы пригласим в студию и торжественно вручим путевку в этот замечательный город. Вот чтобы стать участницей конкурса, давайте присылайте свои оригинальные авторские работы. Наш адрес 127-00, Москва, улица Академика Королева, 19, программа «Город женщин». Ирочка, ну что ж, вы положили начало нашему конкурсу. Вы участница номер один. Я хочу сказать, что в нашем городе женщин мечты сбываются. Встретимся после рекламы на Первом канале. Я вот, допустим, хотел похудеть, похудел на 34 килограмма, не пользовались никакими средствами, просто есть надо меньше. Нужно просто сказать, что вы хотите. Не я хочу выйти замуж, потому что вы заказываете процесс хотения, а я выхожу замуж. Здесь я вот делаю такие асимметричные пружочки в уровне груди, для того, чтобы здесь это вот посмотрелось более пышнее и интереснее. Итак, жизнь в нашем городе продолжается. Как осуществить свою мечту? Мы продолжаем разговор на эту тему с писателем-психологом Александром Свияшем. Он еще даст много полезных всяких советов на эту тему. А вот здесь, рядом со мной, на нашей импровизированной кухне, сейчас будет происходить нечто волшебное прямо на ваших глазах. Шеф-кондитер одного из московских ресторанов Анна Ушакова превратит сладкую мечту в не менее сладкую реальность. Давайте, девочки, приступайте. Сладкое сладким, но свои зубы нужно обязательно беречь. А без голливудской улыбки сейчас практически никуда. Мой гость сегодня – это кандидат медицинских наук, врач-стоматолог Геннадий Сорокаумов. И с ним очаровательная гостья Настенька, которая собирается, как я понимаю, быть певицей. Ну а я хочу представить своих гостей. Такого еще не было. Детишки расползаются у меня буквально на глазах, потому что у меня сегодня в гостях 12 детей и их мама Марина Соловей. Данночка, но ты забыла представить еще одного гостя. Здесь не только мама, но и папа. Мы забыли о папе, а ведь он тоже не последний человек в этой семье. Скажите, пожалуйста, дорогие родители, как вы с этими чудесами природы управляетесь? Они расползаются прямо на глазах. Вот Галя уже поползла, иди сюда. Мы с ними не управляемся, а сотрудничаем. Тогда вот самое прекрасное получается. Мечта любой женщины – иметь большое количество детей. Вот мне кажется, что вы эту мечту осуществили. Вы себе, как говорит наш психолог, дали установку и выполнили это? Или вот 12 получилось случайно? Получились они не случайно. Они получились потому, что мы с каждым годом все больше друг друга любим. Как замечательно! Просто великолепно! Я хочу спросить у моего гостя. Скажите, пожалуйста, вот если мама с папой дают внутреннюю для себя установку, что их дети должны быть счастливыми, это исполнится или нет? В том случае, если мама и папа продемонстрируют своим детям счастливую жизнь. То есть ребенок, он списывает свою жизнь со своих родителей очень часто. Если мама с папой желают ребенку добра при успевании всего, но сама живет в каких-то конфликтных отношениях, то ребенок их берет с собой и потом как-то возобновляет их в своей жизни. Поэтому, конечно, любовь между папой и мамой, хорошее отношение и плодом которого являются дети – это очень хороший пример. Я думаю, что у этих детей все будет замечательно. Вот какую мечту вы бы хотели, чтобы она осуществилась в вашей семье? Следующая моя мечта – это чтобы у нас был, вот как в сказке, нет, маленький домик, русская печка, дом деревянный, лавка и свечка. И ребятишек в доме Арама. Вот оно счастье. Александр Григорьевич, скажите, вот свою мечту нужно хранить внутри себя или можно ее обнародовать? Нет, как раз можно использовать очень чистые энергии желаний детей. Дети – открытые существа, у них нет страха, в сомнении. Они верят во все. И если подключить к реализации своей идеи, своего желания домика детей, чтобы они тоже захотели этого, то он появится просто через три месяца. Вы поняли? Вам дали некий практический совет. Буквально через три месяца может в вашей семье появиться домик. Когда желание исполняется, то на лице возникает широкая улыбка. И она привлекает внимание к себе людей. Вот для того, чтобы эта улыбка была красивой, для этого что должно быть? А вот нам сейчас расскажет наш гость, Геннадий. Расскажите, что нужно сделать для того, чтобы улыбка была ослепительно белой? Надо, конечно, найти для себя клинику, в которую периодически приходить. Как часто? Ну, мы советуем раз в три месяца, ну, хотя бы раз в полгода. Иначе никак уже за зубками своими не уследить. Только вот в таком случае зубы будут красивыми. Сейчас вот мы с помощью этого приборчика посмотрим, какие у Насти зубки. А что это за приборчик? Расскажите. Это новейший прибор, интраоральная камера. То есть... Опа, да. А можно я тоже посмотрю? Пожалуйста. Как зубная щетка, похоже. Это какая интересная камера. Я вот, я могу сама себя снимать этой камерой. Да, и зубки тоже можно посмотреть. А вот, ну, я понимаю, что она такая маленькая для того, чтобы вам иметь возможность увидеть все, что происходит с зубами. А давайте ваши зубки чуть-чуть подышим. У меня все в порядке с зубками. Хорошо. Сейчас будем смотреть зубки у Настеньки. Пожалуйста, открывай дыши носиком. Вот как. А вроде с виду такие беленькие-беленькие. А внутри кариес. Его на глаз не видно. Да. То есть вот стоматология должна превратиться в микрохирургии настоящая, когда мы реально видим все, что во рту происходит. Это неприблизительно, и пациент сам видит. Сейчас вот Настя не может смотреть. Все-таки, по-моему, это не для слабонервных зрелищ. От чего возникает кариес? Как с ним бороться? Зубы не чистят. Кариес возникает тогда, когда, скажем, что-то сладкое на зубе, на зуб попадает, остается, и человек не счищает. И тогда, за то время, которое сладкое находится на зубе, возникает кариес. Ну, примерно вот так. Так что вот мы тут сладкое готовим, мечту нашу осуществляем, а оказывается, все это потом может плохо сказаться на наших зубах? Да. А тоже нет кариес. Если хорошо после этого почистить зубки, а также периодически ходить к своему стоматологу, то никаких проблем не будет. А вот у нее спереди очень красивые зубы. Да, очень красивые. Просто чистые, невероятно беленькие. Да, но мы еще отбелим их на один тон. С какого возраста можно отбеливать зубы? Я думаю, что это можно с подросткового возраста делать. С подросткового? Да. А эмаль же будет сниматься и сниматься без конца, да? Вот я тоже думаю, что это все-таки влезно. Нет, там не происходит разрушение эмали. Уничтожается только органический налет на зубах. Другое дело, что не надо этим злоупотреблять. Вот у нас есть расцветочка, да, и по идее, по всем правилам, мы можем только на один тон отбеливать. Дальше это уже вредно. Да. А это больно или нет? Нет, совершенно не больно. Сейчас мы определим, какой у меня цвет. На один тон или на два. Итак, пока у вас идет процедура, значит, мы поговорим, у нас здесь уже то, что вредит зубам, быть белыми уже практически готов. Скажите, девочки, ой, за зубы не боимся? Я думаю, что не стоит бояться с таким десертом за зубы. Это фруктовый салат. Для этого салата мы взяли клубнику, апельсины. Апельсины нарезаются на тонкие филе. От кожи очищаются и внутренних оболочек. Груши, виноград, голубику, ежевику и малину. Ягоды и фрукты соединяете, допустим, в какой-нибудь мисочке. Наливаете немного ликера. Мы здесь использовали дынный ликер. И апельсинового сока, и немножечко сахара. Перемешали, украсили сливочками. Вот так креманочку положили очень красиво. Украсили сливочками, мятой, и десерт готов. Скажите, а вы мечтали быть именно кондитером? И мечта ваша осуществилась? Вы знаете, да. У вас хорошо готовила мама или у вас бабушка вкусно пироги пекла? Единственное, что есть в нашем роду, это одна дама у нас держала трактир. Она была моей прапрабабабушкой. Какой-то очень дальней родственницей. А так, в принципе, никого с подобной профессией нет в роду. Вот я сейчас спрошу моего гостя. Не хотите попробовать вот этого очаровательного десерта? Ничего, ничего. Фруктового салатика. Фруктового салатика. О, он захотел. Его желание тут же сейчас будет исполнило. Он же нас научил, как это нужно делать, так? Мы угощаем нашего гостя. Это мы детям дадим. Скажите, пожалуйста, а вот что за чудо, что за чудо стоит у нас на столе? Из чего этот торт? Это торт черничный, как бы вот в память олете. Как это называется? Мечта олете? Да, мечта олете. Мечта олете может осуществиться прямо сейчас на глазах у всех наших телезрителей. Но мне кажется, скажите, дети. Дети. Вы торт хотите? Да. Хотите? Да. Хотите, мы осуществим вашу мечту прямо здесь в студии? Галя. О, девочки, угощайте. Пускай мечта этих детей осуществится благодаря вашим умелым ручкам. Хорошо вас. Берите, ребята. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Давайте, дети. Смотрите, какая красота. Ну, а мы, ребята, побалуемся с вами десертом. Вот девушке, которая занимается зубами, мы не будем давать десерта, потому что... Вот там зубы абсолютно красные. Вот почему они такие красные вначале? Потому что цвет от беленького материала... Красный, да? Только и все. Вначале я так посмотрела, прям аж страшно стало. А вот тут беленький есть, это мы будем укреплять потом. Угу. Зубки после этой процедуры. А можно посмотреть разницу между верхними и нижними? Да. Вот она. Очевидно. По-моему, да, очень значительно. Я волновался, что в условиях, так сказать, телевидения не удастся этого контраста добиться. Но вот на этой передаче получилось. По-моему, здорово. Настя, ты довольна? Да. Я тоже. Почти как у вас. Спасибо. Ну что ж, мечты делают нашу жизнь прекраснее. Верьте, даже самые невероятные мечты сбываются. Мечтайте, но не увлекайтесь. Для пользы дела желательно сосредоточиться на чем-то одном. Самое главное – это понимать, что наши мечты материальны. Поэтому думайте о будущем позитивно. И будущее вас не подведет. Итак, строить воздушные замки не так уж бесполезно. Трудолюбие и талант могут превратить их в настоящий город. Такой, как, например, наш город женщин. Встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин